В квартире у меня полосы, не стало уже подсыхать, а когда дождик идет, капает. Капает прямо на голову. Из-за непогоды кровля дома давно пришла в негодность. На последнем этаже живут в основном пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью. Пять лет подряд жители писали обращения с просьбой капитально отремонтировать их кровлю. Но ответы так и не дождались. Обратились к депутату Горсовета от Украинской морской партии Сергея Кивалова Владимиру Корниенко. Сразу же обратился в Малиновскую районную администрацию к председателю Евгению Владимировичу Мельчуку с просьбой оказать помощь в выделении средств на капитальный ремонт. И получил отписку о том, что дом является ОСМОД и пусть они самостоятельно решают свои проблемы. Избранник в свою очередь намерен действовать решительно. Вместе с жильцами пошел к председателю Малиновской райадминистрации Евгению Мельчуку. Мы просим вас оказать помощь в правках вашего бюджета районной администрации на помощь данному дому. Вы проводили совмещание, собирали представители ОСМД, вы знаете, я участвую здесь. Нам обещали, что всегда помощь со стороны районной администрации ОСМД будет сюда оказана. И вот мы столкнулись вот с таким ответом. Понимаете, не совсем солидно получается. То есть, это получается, что пустые слова. А Мельчук, в свою очередь, продолжает утверждать, за ОСМДшный дом должны отвечать его жильцы. Реадминистрация может только содействовать в организационных вопросах. Чиновник отмечает, что бюджета райадминистрации на всех не хватает. Все материальные затраты – это задача мэрии. Вы прекрасно понимаете, что ограниченное финансирование на все. Район большой, район разнородный, неоднородный, очень много ветхого жилого фонда. Чиновник подчеркнул, что на этот год на ремонт жилых домов в Малиновском районе выделили чуть более 4 миллионов гривен. Перечень объектов, где будет осуществляться реставрация, был сформирован в прошлом году. Дом с проблемной крышей на Варнинской в этот список почему-то не вошел. Вы делаете в жаковских домах, тем самым нарушаете закон о монополии. Вы лоббируете, получается, какие-то дома управленческой компании. А дому ОСНД, где живут такие же одесситы, такие же жители Малиновского района, вы помогать не хотите. Позор. В конце концов, Владимиру Корниенко удалось достучаться до главы райадминистрации. Представители городской власти сошлись на том, чтобы поехать вместе в дом на Варнинской и оценить объем и стоимость кровельных работ вместе с профильным специалистом. Сделать это Амельчук пообещал в ближайшее время. Но куда раньше обещанного срока очередные дожди. А значит, вновь ползать по квартире с тряпками. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, Деликанал, репортер.